Приднестровье снова в центре российской избирательной кампании. 9 сентября состоятся довыборы в Государственную Думу. Наши россияне будут выбирать своих представителей в высшем законодательном органе России. Приднестровье уже неотъемлемая часть электоральной системы России. Последние выборы в Госдуму и президента тому подтверждение. 9 сентября очередная возможность доказать. Мы вместе с Россией. Довыборы в Государственную Думу. Жители Дубосарского района Днестровска и Тирасполя выберут своего представителя в высшем законодательном органе России. В связи с тем, что выборы в Государственную Думу проходят по смешанной избирательной системе, поэтому так же, как и у нас, если досрочно прекращаются депутатские полномочия депутата Государственной Думы, это место должно быть заполнено. Всего в Государственной Думе вакантными сейчас являются 7 мандатов. Два из них относятся и к нашему региону. По итогам выборов в Госдуму в 2016-м интересы жителей Дубосарского района и Днестровска представлял Алексей Силанов, депутат от Калининградской области. В апреле стал мэром Калининграда. Еще один наш депутат от Тирасполя в российском парламенте Михаил Исаев занял пост главы Саратова. Оба из партии «Единая Россия». Кто теперь займет их депутатские кресла, зависит в том числе и от преднестровцев. Два участка будут открыты по избирательному округу номер 98. В связи с тем, что Алексей Николаевич Силанов был избран мэром Калининграда, будет дополнительно избираться депутат на освободившееся место. И еще один избирательный участок будет открыт в Тирасполе в 12-й школе. Там будет проходить голосование на дополнительных выборов депутатов по Балашевскому избирательному округу. Это Саратовская область. В гонке за место в Госдуме от Саратовской области и Тирасполя пять кандидатов. Надежда Скворцова, Станислав Денисенко, Илья Козляков и Лена Червякова. Есть в этом списке и знакомая многим фамилия. Примаков. Евгений Примаков, внук известного российского политика Евгения Примакова. Член Общественной палаты России, журналист, автор ведущей программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24». Четыре кандидата на избирательном округе Калининградской области. Александр Ярошук, уже бывший мэр Калининграда, поборется за депутатское кресло, которое занимал его преемник Алексей Силанов. В списке кандидатов также Евгений Мишин, Игорь Ревин и Константин Дорошок. 9 сентября единый день голосования пройдет в 33 регионах России. По предварительной информации МИДа России в день до выборов откроют 101 избирательный участок в 80 странах. Три из них в Приднестровье. Никита Кондратов, Ольга Голованова, Александр Зубков. Первый Приднестровский телеканал.